Итак, дорогие зрители, подписчики, друзья, все, кто будет смотреть мое видео, весьма интересное видео, небольшое по объему будет видео, в смысле не сильно много минут, и весьма интересное, поэтому заострите ваше внимание, в свое время возьмите и отметьте. Я надеюсь, что это будет на одну тему, называется видео «Образование семей медовиков по новому способу». Ну, как бы сказать, экспериментально, не экспериментально, но у них получилось. Это, значит, Рязанская область, и тут этот способ описывает преподаватель одногодней школы пчеловодов Иркутской области и Кузнецов. Они вдвоем описывают эту статью, по-видимому, они проводили такие опыты и согласовали, и подписались с этой статьей. С 1952 года на пасеке колхоза Новопуть в Сапожского района Розарской области семьи медовики создаются так. Начиная с выставки пчел из зимовника, в одном уле лежаки с лухой перегородкой содержат по две семьи. Сразу понятно, лежак разделенный, глухая перегородка, здесь одна семья и здесь одна семья. Две семьи. Что интересно дальше, смотрите. Когда семьи полностью займут улей, им станет тесно. Часть зрелого расплода отбирают для формирования и подсиления отводков. Семьи набрались здесь, семьи набрались здесь. Полностью матки засели, пчелы тесно. Они постепенно, каждый раз отбирают этот расплод и делают сборные отводки на новые семьи. Нормальные отводки делаются, потому что можно делать маленькие отводки, можно большие делать отводки. То есть, если вы делаете большие отводки, у вас меньше семей прибавится. Если маленькие, вроде бы, больше семей, но они меда вам не дадут в этом году. А если хорошие отводки делаете, то они и мед дадут. Читаем дальше. В условиях колхоза, новый путь, главный взяток начинается с цветения гречихи и продолжается 45-50 дней. Так как гречиха высевается в нескольких сроках, то есть не в один срок, чтобы продлить до 50 дней взяток. К началу главного взятка семьи объединяют по две в одну. То есть, эти люди уже знают, что взяток начнется вот с этого времени. Их тогда объединяют в одну семью. Ну, естественно, летная пчела увеличивается, как я уже как-то говорил. Если в два раза, то это становятся хорошие медовики. Для этого вынимают из уля глухую перегородку. Собирают гнездо, ставят магазинную надставку. Ну, перегородку вытащили, а гнездо может быть тут мед, мед, то они тогда этот медок убирают и расплод к расплоду подсоединяют. А медок по краям ставят, как обычно. Вот, идет он по краям. То есть, делают нормальную, усиленную семью. Вот, что это дает? Читаем дальше. Матку присоединенной семьи заключают с одного отводка в клеточку и помещают ее между магазинными рамками под той частью гнезда, где соединение семей работала эта матка. Если непонятно, поясняю. Здесь матка, здесь матка. Когда их соединяют, одну матку сажают в клеточку. Если эту сторону матку посадили в клеточку, то сверху в магазине ее ставят, вот, над этой частью гнезда, где были пчелы. Эта семья создает свой запах и эти пчелы сохраняют свою матку, что интересно. Что читаем дальше? Матка заключается в клетку на весь период главного взятка. И пчел ее сохраняет. Вот, что интересно, друзья. Вот это важная изюминка, я сегодня, поэтому я выявил эту статейку. Матки сохраняются. Вторая запасная матка всегда требуется человоду. И они просто, знаете, дают нам хороший совет. Читаем дальше. В нашей практике не было случая, чтобы к заключенной матке, таким образом, матке, пчелы относились враждебно. После главного взятка вновь разделяем улей перегородка и собираем в нем два гнезда. В одно даем матку, которая была заключена в клеточку на перевод главного взятка. А во втором остается матка, находившаяся на свободе. То есть возвращают всех назад. Гнездо разделяют, ставят туда или сушь, или еще что-то, мед может вытащат, где нужно вытащить. Ну, в общем, сортируют гнездо, как им нравится. Эта матка здесь как была, так ее и оставляют. Если она бегала везде, отсюда ее перегоняют сюда. А эта, которая сверху, назад возвращает свое гнездо. Выпускают. Что? Считаем дальше. Ежегодно с 1952 года семьи медовики формируем таким образом. Собирали меда на 10-15% больше, чем семьи медовики, оставшиеся на период главного взятка с одной маткой. Так что мнение некоторых пчеловодов, что матка после заключения в клеточку на продолжительный период теряет яйценоскость, в наших опытах не подтвердилось. Что и я подтверждаю. Если матка закрыта на 10-15 дней, даже на 20, это редкий случай, что матка потеряла яйценоскость. Или пчелы ее убили по той причине, что возможно, что матка некачественная. Обычно все качественные матки, я проверял, они сохраняют, лелеют, жалеют и они сохраняются. Дальше считаем. В 1955 году в лежаке номер 5 отделение А матка была заключена в клеточку на период главного взятка. А в отделении Б оставалась на свободе. То есть, как я уже о ней рассказывал раньше, обе матки рождения 1954 года выведены в одной семье в райовых маточниках. На следующий год развитие семей в отделении А и Б шло следующим образом. И тут приводится таблица, как шло развитие. Практически одинаково. Вот. Ну, слушайте, что дальше. Из таблицы видно, что семья с бывшей заключенной маткой не отставала в развитии от семьи с незаключенной маткой. Аналогичные результаты были получены и в других семьях. Матки, заключенные на время главного взятка в клеточку, во всех случаях нашего опыта, на следующий год оставались несмененными и работали хорошо. За исключением одной семьи номер 49. Матки в этой семье пчелы также заменились следующим годом. То есть, произошла тихая смена. Произошло это, по-видимому, потому что ко времени заключения матки было уже два года. То есть, ну, если матку заменили тихой сменой, я думаю, вы все пчеловоды знаете, что тихая смена самого лучшего качества. Маточник один, воспитывает много пчел и в благоприятных условиях. То есть, это неплохой совет, если два года матки они заменили, это вам просто находка, как говорится, тихая смена. В результате опыта мы пришли к следующим выводам. В семьях-медовиках на период главного взятка можно держать две матки. Одну на свободе, другую в клеточке над бывшей ее семьей. Продуктивность таких семей бывает на 10-15% больше, в сравнении с семьями-медовиками, у которых было по одной свободной работавшей матке. В семьях-медовиках, где на период главного взятка наряду со свободной маткой находится вторая матка в клеточке, год формирования этих семей тихой смены маток не наблюдается. То есть, в тот год, когда вы создали эти семьи-медовики, тихая смена не наблюдается. Ну, и тут не описывают, что было раение. Вот что интересно, обратите внимание, это важный фактор. Две матки и семьи не идут на раение. Я уже как-то зачитывал в одном, тоже пчеловоды говорили. Поэтому хочу обратить ваше внимание, меду приносят больше, расплоду больше дают. Вы можете от этой семьи сделать отводки. И на раение не идут. И если зажиматка нуждается в замене, они ее заменяют, и все на все, когда вы ставите перегородку после взятка. Читаем дальше. Что здесь написано? В год формирования этих семей тихой смены маток не наблюдается. Это явление не происходит и в последующих, вот в тех семьях, в которых матки заключаются в клеточку на время главного взятка. Семьи, которым данные матки, находившиеся на период главного взятка в клеточке, к осени выращивают больше молодых пчел и перезимуют лучше семей, развивающихся с одной маткой. Итак, друзья, что и требовалось нам доказать? Все важные качества нужны для вашего зимовки, хорошей зимовки, нарастить много пчел к осени. То есть эти семи, которые выпускаешь матку, матка как весной начинает очень строчить. Я уже давал такие видео. Это вот подтверждение 1959 года. Итак, друзья, возьмите во внимание, это важная статейка, которая даст вам хороший медонос, хорошее развитие семей, развитие отводков и хорошую зимовку. Ну, все, что требуется, как говорится, положительное качество. Вот. Мы просим пчеловодов проверить наши опыты и полученные результаты поделиться с читателями журнала пчеловодства. Итак, друзья, да это одна статейка для вашего внимания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если что-то не так, задавайте вопросы, постараемся ответить. Записывайте в свой дневничок. Статья хорошая, номер видео такой-то. Если вам придет время к взятку, что делать, как делать. Ага, я помню, сейчас я посмотрю журнал. Ага, номер такой-то. 10 минут просмотрели видео и вперед. Удачи вам. Сортируйте ваши семьи по две семьи сразу и создаете сильные медовики. И у вас будет удача. И во всех направлениях правильное развитие. До встречи, до следующего видео. Ждем ваших комментариев. До встречи, до следующего видео. До встречи, до следующего видео. До встречи, до следующего видео. До встречи, до следующего видео.